на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и вот такой прям очень часто задаваемый вопрос почему современные мужчины не торопятся звать замуж женщин ну если отвечать совсем коротко то ответ будет очень простой а зачем им это надо стирать будет стиральная машина пообедать позавтракать поужинать можно в кафе доступных женщин очень много женщины во многом сами я не хочу обвинить их в этом но на самом деле объективно не девальвировали свою собственную доступность вот доступных женщин много которые готовы без всякого замужества оказывать мужчинам уж простите за цинизм и грубость сексуальные услуги вот и зачем мужчине этот геморрой вот поэтому естественно мужчина не торопится жениться при этом полюбивший мужчина влюбленный мужчина замуж женщину звать будет готов будет потерпеть готов будет потерпеть ее целомудренное поведение отказ от интимной близости готов будет потерпеть иногда ее неготовность стирать или готовить но для этого нужно чтобы он влюбил ну или хотя бы влюбился если мы рассматриваем влюбленность как начало любви то эта женщина должна по-настоящему ему нравится должна для него представлять настоящую ценность и тогда будет звать замуж а пока пока вокруг много доступно женщин пока действительно нету каких-то материальных предпосылок ведь веками для чего люди женились или выходили замуж а потому что поодиночке было не выжить и семья была способом выживания сейчас кстати говоря за последние десятилетия все больше женщин не торопится замуж если все-таки лет 20 или 30 назад мужчины тоже не очень-то торопились жениться многие женщины все почти поголовно чуть ли не на сто процентов стремились выйти замуж потому что статус замужней женщины это был важный статус в современном тогда обществе сейчас никакого статуса это не дает опять-таки геморрой простите за то что я эту конкретную болезнь привожу в пример то есть некая постоянная постоянная неприятность она может быть мужчины и женщины смотрят на своих друзей на своих близких родных знакомых и видит как многим как они выражаются не повезло что вроде так все хорошо начиналось а теперь какой кошмар что этот замечательный романтичный герой вдруг превратился в какого-нибудь домашнего тирана или толстопуза у рентяя лежащего на диване вот а это милая замечательная добрая женщина превратилась в опять таки того же домашнего тирана который выносит мужу мозг или там в стерву или еще в кого-нибудь который это опять-таки там что-то вынуждает его делать загнала его куда-нибудь под каблук к себе и и мужчина и женщина смотрят на все это брак перестал быть способом выживания больше того если не изменится что-то в области культуры информационной пропаганды и всего остального то весь современный мир по крайней мере западный он просто таки вопит о том что дети это обуза что нас что семья это недопустимая роскошь это не модно это не экологично рождение детей это против зеленой повестки мировой и поэтому подчеркиваю если ничего не изменится то это как говорят не в тренде и просто остались еще женщины и девушки которые хотят замуж остались еще мужчины которые хотят любить которые хотят жениться которые хотят рожать и воспитывать детей но большинство наших современников это ужасно я сам сам это говорю и мне волосы дыбом причёсанные мои встают вот большинство наших современников этого не хотят по крайней мере это перестало быть обязательным стремлением то есть но если вдруг я может быть и не против вот так настроено большинство но это не является целью и если в какой-то момент например там после 35 некоторых раньше у женщин начинают условно говоря тикать биологические часики надо рожать ребенка надо все таки создать семью включаются какие-то вот эти механизмы то мужчина не и собственно не включаются а зачем мужчина в принципе не видит смысла связывать себя какими-то обязательствами подчеркиваю до поры до времени многие женщины тоже в этом не видят смысла они отдыхают они ездят куда-то там летом зимой подружки встречи это не обязательно даже какой-то обязательно греховный образ жизни это просто такой гедонистический образ жизни для себя а когда у тебя появится муж с ним надо согласовывать а куда мы поедем а вдруг он не захочет поехать туда куда хочу поехать я а если родится ребенок то мы вообще никуда не поедем мы должны будем соответственно изменить свой образ жизни это тяжело и самое главное многим современным людям подчеркиваю непонятно зачем и я сейчас рассказываю конечно про не верующих и не церковных в основном людей но подобные взгляды очень сильно распространены в наше время в том числе даже и среди православных верующих людей этот подвиг семейной жизни далеко не каждый хочет на себя взваливать и творческие задачи а семья это и творческая задача большая люди ставят себя каких-то других плоскостях карьеры и еще чего-то здоровье собственно поэтому вот так подчеркиваю это не только мужчины но и женщины но не надо опускать руки потому что к счастью для нас если вы не живете в глухой деревне где три деревни два села восемь девок один я вот а живете в каком-нибудь хотя бы относительно крупном городе вокруг вас есть десятки сотни тысяч и иногда сотни тысяч или миллионы людей которые являются как бы для которых стремление создать семью не является пустыми словами или пустым звуком единственно что я могу категорически посоветовать не торопитесь в постель потому что влюбленный мужчина подождет они влюбленные мужчина получив постель полностью потеряет всякую мотивацию на вас жениться внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео видео